Итоги второго тура президентских выборов в Грузии, где, судя по всему, побеждает Соломе Зурабешвили. Так, во всяком случае, показывают результаты экзитполов, опросов на выходе с избирательных участков. Так вот, эти экзитполы, проведенные телеканалом Рустави-2, говорят нам о том, что Зурабешвили набирает 55% голосов, а кандидат от оппозиционной партии Единое национальное движение, партии Михаила Саакашвили, Григол Вашадзе, 45%. Последний претендент, господин Вашадзе, как уже было сказано, был поддержан бывшим главой государства и бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили. Именно Вашадзе мог дать Саакашвили возможность вернуться в страну, однако, судя по всему, этого не произошло. Но я в начале нашего Ньюстока предлагаю обсудить именно эту тему грузинскую. Катя, тебе слово. Да, давайте, конечно, дождемся с вами официальных результатов, коллеги. Это важно, чтобы понять, каким будет разрыв. Но в целом уже нет сомнений, победителем объявят кандидата от правящей партии. Хорошая новость, наверное, в том, что у Грузии будет первая женщина-президент. Скажу я вам, как лидер феминистского движения. Шучу. Но есть и много не очень хороших новостей. Например, одна из них заключается в нарушениях. Их много. Я пока, коллеги, осторожно не буду называть цифры. Ждем отчета от наблюдателей. Наблюдателей там больше двухсот человек по всей стране. Пока вот Transparency International заявляет о том, что они зафиксировали 120 нарушений, мелких и серьезных. Сотни нарушений по данным грузинской оппозиции. Не буду, опять же, назвать точные цифры, поскольку они не проверены и не могут быть доказаны. На данном этапе завтра представители международных наблюдательных миссий будут делать свои заявления. Поэтому посмотрим. Что можно уже сейчас оценивать, так это предвыборную кампанию. Мы понимаем с вами, что правящая грузинская мечта это Бедзина Иванишвили. Богатейший человек в стране. Ее негласный хозяин. По мнению многих, это бывший премьер-министр. Человек, который развернул ход истории в 2012 году. Человек, который неожиданно одержал победу над Михаилом Саакашвили. Тогда этого никто не ждал. Тогда это было с невероятной неожиданностью. И именно тогда Саакашвили стал политиком-оппозиционером. Но, в общем, сейчас Иванишвили, очевидно, сохранил свое преимущество в грузинском политическом спектре. Могу назвать несколько шагов, которые предпринимала грузинская мечта, чтобы обеспечить победу своего кандидата. Например, выборы назначили на среду, на рабочий день. Это вызвало удивление у большой части грузинского населения. Поскольку это, как минимум, непривычно и странно. Правда, потом под давлением этот день объявили выходным. Но остаток, что называется, остался. Или вот история с обещанием погасить банковские долги гражданам, попавшим в черный список. Взял на себя фонд кого? Того самого Абедзина Иванишвили. Это 600 тысяч должников. На секундочку. В четырехмиллионной стране. 600 тысяч. Это миллионы лари. В Грузии, где кризисная экономика, где все не, слава богу, с развитием именно экономическим и так далее, так далее. Это подкуп, да, абсолютно очевидно, подкуп избирателей. Они, конечно, говорят, что решение было принято давно, они, то есть власти, а сейчас только озвучено. Но, знаете, это тот самый случай, когда никто не думает, что это совпадение. В общем, поверьте, каким бы ни был результат, даже если подтвердится, а она, скорее всего, подтвердится победа за Рубешили, это еще точно не конец истории. Главный вывод пока на данном этапе, еще один, да, которым можно было бы с вами поделиться, мне кажется, заключается в том, что, несмотря на эту победу, несмотря на то, что, в общем, очевидно, да, лидерство грузинской мечты никуда не денется. Если, например, 3-4 года назад в Грузии было совершенно очевидно преимущество определенной политической силы, того же Бедзина Иванишвили, правда, вся страна была в 2012 году, 6 лет назад в Грузии, я видела, вся страна была настроена на смену власти, смену элит, то теперь эта победа далась правящей партии Иванишвили лично очень нелегко. Поэтому дальнейшее событие, конечно, дальнейшее развитие событий тоже будет непростым. Катя, но ты уже сказала, что это не конец, и ты продолжаешь подтверждать, что действительно пока это не конец в грузинском политическом противостоянии. Именно об этом сегодня заявил, кто бы там ни был, Михаил Саакашвили, про него мы уже говорили. Да, он действительно, как уже Тихон вначале сказал, очень надеялся на победу Вашадзе, это бы действительно открывало ему дорогу к возвращению в Грузию. Если Вашадзе сейчас проиграет, для Саакашвили это будет, ну, на определенном периоде, наверное, все-таки конец. Само собой он сделает все, чтобы концом это не было, извините за каламбру. Он сейчас призывает людей выходить на улицу, говорит, что Иванишвили агент России. Параллельно в этом угаре Саакашвили навлек на себя гнев многих людей. Он вот в своем фейсбуке написал что-то совсем некорректное про одного из работников избирательной кампании, Зарубишвили гражданина Израиля, говоря про его национальность господина Клюхов-то. От Саакашвили вот крестился сегодня даже давний соратник Ходорковского, Леонид Невзлин назвал ситуацию мерзостью. Ну, вы знаете, коллеги, мне кажется, что судьба Саакашвили, не участвовавшего в этих выборах, его фамилии, как мы все прекрасно знаем, не было в бюллетене, его судьба это все-таки один из самых интересных результатов этих выборов. Выбор и результат заключается в том, что во всяком случае в ближайшее время Михаил Саакашвили остается в статусе проигравшего, а не в статусе победителя. Он, несомненно, яркий персонаж, мы это прекрасно знаем, неоднократно обсуждали, интересный, но на данный момент его партия проиграна. Она была проиграна в Грузии, затем она была проиграна в Украине, теперь она вновь проиграна в Грузию, куда в ближайшее время, во всяком случае, он не сможет вернуться. Более того, мне кажется, что его призывы, его заявления, которые были, если я правильно понимаю, транслированы в эфире Руставе-2, его заявления сделаны по скайпу с призывом объявить по всей стране акцию неповиновения, эти призывы не будут услышаны должным количеством народу. Несомненно, есть огромное количество заявлений о том, что были нарушения, причем как на этапе подготовки к выборам, так и, собственно, в день голосования, о чем говорила Катя. Но мне кажется, что этого явно недостаточно. Давайте вспомним 2003 год, как раз не так давно на днях отмечали 15 лет революции Рос, прихода к власти вот этих молодых грузинских политиков, Саакашвили, Жване, Нино Бурджанадзе. Что тогда произошло? Тогда были выборы. И тогда в ходе выборов произошла подтасовка голосов, произошла фальсификация. Значит, оппозиция заявила об этих нарушениях, заявила о фальсификациях, люди вышли на улицу, и произошло то, что произошло, произошла революция. Сейчас, по моему мнению, во всяком случае, я буду рад услышать ваши точки зрения, коллеги, ситуация не такова, ситуация не свидетельствует, что ли, о том, что в обществе есть такой нерв напряжения, что этот нерв выплеснется на улице, и все это приведет к тому же, что было в 2003 году. Отчасти, и здесь, опять же, Катя, мне хотелось бы услышать твое мнение, что господин Вашадзе не является таким лидером, за которым все пойдут, и если таковым лидером и является Михаил Саакашвили, то его в Грузии физически нету. И сложно, как минимум, идти за тем, кто не может вместе с тобой выйти на площадь. Вообще, есть большая проблема, Тихон, ты совершенно прав в том, что нет лидера, за которым пошли бы, хотя запрос на перемены очевидно есть. Я об этом начала, просто было слишком пространно, наверное, с моей стороны, прошу прощения, да? Я прошу прощения. Начала об этом говорить, но запрос на перемены, конечно, уже есть, да? И многие крайне недовольны тем, как Грузия движется в направлении прогресса, развития, в направлении демократических ценностей, интеграции в евроатлантические структуры. Есть запрос, но нет человека, который бы повел за собой этих людей. Григол Вашадзе отличный дипломат, человек с опытом и так далее, так далее. Он вызывает позитивные эмоции у многих грузин, но одновременно он, конечно, не такой политик, который мог бы взять и перевернуть сейчас с ног на голову или, наоборот, с головы на ноги, да? То, что происходит в этой стране. Именно поэтому, скорее всего, не будет какого-то массового выхода людей на улицы, хотя Саакашвили призывает к неповиновению. Он призывает даже полицию, армию как-то, значит, откреститься от действующей власти. Очень вряд ли. С другой стороны, мы видели множество примеров, когда меньшинство делало революции, перевороты. Не хотелось бы для Грузии подобного развития событий. Очень не хотелось бы. Давайте наблюдать внимательно просто за тем, что будет происходить. Я должна еще добавить, коллеги, что программы у обоих кандидатов, я уже коснулась евроинтеграции, они схожи. Так вот, вступление в Евросоюз и НАТО, это то, что, в общем, обещали и Вашадзе, и Салуми Зарубешвили. И должна даже признать, что то, что касается, значит, отношения к России, ни один из кандидатов на грудь Путину бросаться не собирался и не собирается, просто потому, что это не поддержит население. Я напомню, что мы сейчас говорим о стране, 20% территории которой контролируют российские вооруженные силы. В Тбилиси и на Западе это называют оккупацией. Вместе с тем, мы знаем, что Салуми Зарубешвили, а точнее ее покровитель, Иванишвили, они имеют достаточно тесные связи с Российской Федерацией. По крайней мере, Москва уж точно хотела бы видеть президентом именно эту женщину, хотя бы потому, что в Кремле очень не любят Саакашвили. Как раз сегодня Путин снова помянул бывшего президента. Поразительно, какую сильную личную неприязнь испытывает российский лидер к своему бывшему коллеге. Ну, что касается каких-то протестов в Грузии, да, Тихон уже сказал, что нет ощущения такого напряжения. Да и за что там бороться? Пост президента в любом случае уже не тот, что был прежде, совсем не та должность, которой когда-то занимался Саакашвили. Он полноценно управлял страной, а сейчас это будут скорее такие представительские функции, как бы что за них бороться. К 2024 году страна даже от всенародных выборов президента откажется, избирать будут депутаты в парламенте. У бывшего президента и бывшего губернатора Одесской области, да, теперь сложная ситуация. Мы видим, он старается вывести людей на площадь, не очень получается. Конечно, может дождаться, когда-когда-нибудь его партия займет большинство парламенте, а это ведь и может случиться и никогда. Вполне возможно, Саакашвили сделает тогда еще одну попытку вернуться, ну, хотя бы в Украину, раз уж Грузию не получается. Да, тем более, если там сменится власть, и вместо Порошенко, у которого не сложились отношения с Саакашвили, ну, у кого с кем там. Сложный вопрос. Придет кто-то из других политиков, та же Тимошенко, в отношении с которой вроде как попроще. В общем, меняется немного алгоритм последовательности вариантов, просто из-за того, что в Грузии один из кандидатов побеждает. Но есть один важный вопрос, а что вообще все это значит для жителей Грузии? Будет ли для них действительно лучше победа Зарубешвили или вот Вашадзе и возвращение Саакашвили? Я должна сказать, коллеги, тут еще одну важную деталь. Мне кажется, что Саакашвили одержала победу на выборах в то время, когда сама она вызывает абсолютно негативные эмоции у граждан страны. Вот это поразительный феномен вообще, да, и парадокс. Более того, она проиграла, ну точнее не проиграла, она не смогла победить в первом туре, из-за этого был второй назначен. Да, и тогда многие, например, сторонники правящей партии были в искреннем шоке, поскольку они думали, что в первом же туре будет такой фурор. Они обязательно с триумфом, значит, займут президентское кресло. И вот ровно в этот момент, когда мы говорим о том, что непопулярный кандидат одерживает победу благодаря усилиям правящей партии, когда ее нет на баннерах, представьте себе, ее изображение сняли с рекламных счетов, чтобы не раздражать население, а повесили на баннерах того самого олигарха Иванишвили, вот в этой ситуации, конечно, некоторое недовольство все-таки будет в обществе. Еще раз, не могу представить, что дальше последует за этим недовольством, но, по крайней мере, оно будет. С другой стороны, я говорила с Майклом Карпентером, бывшим высокопоставленным чиновником Пентагона, который только вернулся из Грузии, вот буквально на днях, и он как раз убежден, что вне зависимости от итогов этих выборов, Грузия сделала выбор, этот выбор сделан в пользу интеграции в европейские структуры, интеграции в НАТО, в общем, прозападная страна, которая развивается гораздо быстрее, чем другие государства регионов, так что, что бы там ни было, курс, взятый этой страной в 2003 году во время революции Рос, он будет продолжен, мне кажется. Ну, хотя бы потому, что вот этот знаменитый баннер, объявление, которое появилось после революции Рос 2003 года рядом с зданием грузинского парламента на улице, на проспекте Руставели, на котором написано «Наш приоритет вступления в Европейский Союз и НАТО», несмотря на смену власти в Грузии, несмотря на то, что парламент больше не находится в Тбилиси, а в Кутаиси он теперь находится, да, Катя? Так вот, баннер на месте, а вместе с ним, судя по всему, и приоритеты те самые, и поскольку оба кандидата были за это, то получается, что на выборах граждане на вопрос о приоритетах каким-то образом и отвечали. Давайте дождемся официальных результатов.